Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя легенды, у нас закончился турнир, забираем награды, Лига Мастеров 3 звезды, то есть все пучком, так ну что, сюрикены, Рафаэльфильм 50 ДНК, золотые осколки 90 штук и платиновые осколки 75, плюс здесь награды. Так, забираем тут, за открытую колоду я еще даже не открывал, они уже мне дают, так, давай посмотрим, что нам тут, ничегошеньки не выпадает, окей, так, ладно, сделаем, наверное, с тобой быренько все эти задания, пройдем серию испытаний, прокачаем опять же нашего, хотел сказать Ваньку, Ваньку мы не прокачаем, потому что у нас не хватает мутагена, ну, может быть, все-таки накопим ловушки для маузеров и сможем прокачать нашего крысиного короля, хотя там, по-моему, помимо ловушек нужно что-то еще, в общем, ребята, первая серия в понедельник, у нас, естественно, начинается все это с буста, так что давай посмотрим, откат произошел буквально 20 минут назад, так что можно, в принципе, повторить результат, надеюсь, получится. Так, ржавая банка, получай, так, бежим, что у нас тут, Бибоб и Рокстеди, давай-ка вызовем на них маузеров, сюрики, кабан жив, отлично, так, ну что, серию испытаний пробежали, Дальше, блин, а у нас же этих мало, ай-яй-яй, думал, сейчас мы с тобой пофармим, угу, не получится, сколько у нас? 504 доллара, это мало, в магазин, заходим, смотрим энергию, 500, ну, берем соточку, ребят, другого выбора просто нету, все деньги сливаем, Так, на турнирной арене, как ты видишь, у нас разыгрывается хан, я думаю, что хан, наверное, у многих есть уже, так, а здесь у нас городская война тени на солнце, забегаем и смотрим, И видим, что здесь нам абсолютно никто не нужен, абсолютно, ребят, ну, а мания майки, так, я думаю, что, наверное, все поняли, что нам нужен Микеланджело видение, ведь именно майки видение у нас не прокачан по полной программе, так ведь? Мы же его все время фармим с тобой, пока, ну, в ближайшее время, да, это проще, наверное, зайти в магазин, зайти в предметы, и вот, не за жетоны, а за монеты, подожди, за жетоны все-таки Да, майки видение, ребят, не хватает нам 13 ДНК, так что будем фармить Здесь, значит, сразиться в боях, пошли пробить, нет, не так, не так Мы делаем немножечко по-другому, мы с тобой находим нашего крысиного короля, вот он Навыки Что нам не хватает? Одной ловушки для маузеров, попробуем сейчас вытащить ее, сразу же выловили, нормально И 18 ноутбуков Дони 18 ноутбуков, ничего себе, ладно Мы только один нашли, второй Так, второй, кольцо крутости Это третий Четвертый Четвертый, и кольцо крутости выпадает Все, ребят, мы выполнили задание и обрыв связи Так, и 18 ноутбуков Дони Так, это все не то Это не то Это не то Ноутбуки-то будут так, один есть Второй Третий Блин, еще 15 штук Ладно, мы сейчас с тобой задание вот это выполним И все, не будем тут рыскать дальше Ну что, заберем награды наши Раз, два Поднять уровень персонажа, это будет потом Ну что, у нас турнирная арена, друзья мои В бой 17 телепортов Так, давай-ка мы с тобой попробуем найти 11-11 И приступим к разбору полетов Раз, два, три Ну, сам понимаешь, да? Сейчас все будет на изи Первые так 50 поединков На тебе Пита сразу снесли Брусаем гранату Найс Без проблем Без каких-либо проблем Все Двоим Даже Рафаэль космический Он не понадобился Без него мы справились Замечательно Так, позиция у нас какая? Воин, две звезды 63 Так, 11 Вот, 11-12 Они уже, видимо, знают, да? Что нужно делать Молодцы Крип, Донателло и Эйприл Ну что же Погнали Массовую давай сделаем И все Все сразу же одуплились Замечательно, Донни Чем быстрее мы пройдем Тем лучше для нас Так Воин, три звезды Место у нас 67 Теперь нам нужно что? Наверное, все-таки 12-13 поискать Да? Попробуем Во Есть Нашли Значит, хороший буст Будет Лишь бы не сглазить Так, уже 4 персонажа дается 54-й уровень у нас отыгрывается Так 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 Давай сделаем Вот так вот Минус Рафаэль Бросаем с тобой баллончик Смотри-ка, Ванюша не упал Тыч Такой упал еще на плашме А нет, чтобы, да, там обычно как враги падают Встают на колени А потом это А он просто как шкаф Бум-с упал Так, ну что Естественно, элита 51-е место 12-13 Интересно, а можно что-нибудь покруче выбить? Там, например, 13 Не, вряд ли Оу 12-14 Все нормально, ребят 12-14 Нормально Меня устраивает Вполне Раз, два, три, четыре Противники еще там на 26-27 уровнях копошатся Так что без проблем все у нас Ну что, хлопчики Здорово Здорово Погнали На тебе Оплю уху Блин, ты посмотри, а Давай с разбега Кому-нибудь там Поклонись Ты бич Минус раф Донни, Донни, Донни Успокойся, родной Что ты Что ты творишь? На тебе Пёрышками По твоим очкам Блин, ну Рокс иди Такой меч сзади Почему у него меч? Если в мультиках и в комиксах Он всегда ходил с гарпуном А мне нравится этот Бибоп Из какого там Черепашки ниндзя спасают Манхэттен Вроде бы, да У него была такая шапка На ней был Шарик Прицеплен на цепи И Бибоп раскручивал его И Этот шарик такой вылетал И обратно к нему как Йо-йо, знаешь, принцип Йо-йо Отлетел, прилетел Довольно прикольный был босс Они вначале, по-моему, были по одному А потом они уже Вдвоем там Нахлобучили у нас Это еще посеги, я помню Да, были времена Были эмоции В то время Вся же эта индустрия Компьютерная, ребята Все на моих глазах же было Все этого не было Раньше Ни мобильных телефонов Ничего, да, скажу Древний какой Можно и так сказать, ребят Но вот эта вот вся эпоха Компьютеризации, скажем Так, она проходила Именно вот в наше поколение И я тебе скажу Если вот сравнить Очень-очень быстро Мы рванули в плане Вот технического прогресса Вообще моментально Буквально там За какие-то десятилетия Такой офигенный прорыв Не знаю, хорошо это Или плохо И к чему это все приведет Но прорыв Очень сумасшедший был Прорыв-то был А вот В плане житья-бытия Наверное, я бы сказал Мы даже живем Мы хуже, чем раньше Ну, это Сугубо мое мнение, ребят Не знаю Как бы если просто Мне сравнить Как раньше было И как сейчас Сейчас интересно Да, интересно Но Раньше тоже было Не менее интересно Раньше Знаешь, раньше Ты когда выходил На улицу Например, там К другу Васе Допустим, да Ты уже Приблизительно знал Пять точек Где вы могли Встретиться с ним А сейчас Что? Сейчас позвонил По телефону И все Договорился Там встречи И вперед Раньше такого не было Поэтому раньше Люди больше двигались Раньше были специалисты Да, например Кто-то Очень хорошо Там разбирался В машинах Он был на Как тебе сказать На вес золота Сейчас В этом вообще Практически, ребята Отпадает какая-то Надомность Если что-то Нужно с тобой сделать Ты можешь посмотреть В интернете, да Для себя что-то Подчеркнуть Какие-то сделать выводы Какие-то базовые Понятия для себя Приобрести В этом, конечно Есть плюс Но раньше Было Еще раз повторяю Интересно Заморочек было Много Но интересно Так 14.17 Также и еда Я вот помню Матушка приносила Домой колбасу Да, например Там Те же самые сосиски Она варила Они не распадались Как нынешние Там на какую-то Я не знаю Составляющую Фигню Раньше сосиски Были действительно Сосисками В натуральной оболочке Колбаса Имела свойство Зажариваться А не распадаться Как сейчас Поэтому все Что сейчас В магазинах Там Все искусственно Все химия Практически Большинство Ребят Если ты хочешь Например Даже что-нибудь Там Натурального То Ты наверное Еще подумаешь Стоит ли брать За такую бешеную Сумму И опять же Тебе еще скажу Что ценник Не говорит И не дает тебе Гарантии того Что ты купишь Действительно Оригинальное мясо Понимаешь В чем Сейчас все Соя Добавки Химические Ароматизаторы И все Вот тебе и готово Почему у нас Онкология Очень Сейчас много Стало Заболевших Если сравнить Ну Как раньше Раньше было Этого меньше всего Так что Ребят Не знаю Есть свои плюсы Есть свои минусы В каждой эпохе Да Как говорится Есть что-то свое У нас эпоха Такая Компьютеризация Что там дальше будет Я не знаю Вот Ладно Так 1417 Они не хотят Мне давать 1418 Я смотрю Не хотят Ну Придется смириться И Драться Тогда Так 38 Я смотрю Тут Они уже На 41 уровень Перешли Для меня Это как бы Не критично На самом-то деле Но Уже надо быть На чеку Так Погнали Дебаф Замечательно Раньше Раньше Во дворе Возле домов Там это Машин Было Очень-очень Мало Ребят Потому что Раньше Машина Считалась Это Я не знаю Престиж Это сейчас Средство Передвижения А раньше Не каждый Себе мог Подозволить Автомобиль Поэтому Дело Дело Что Многие Вот эти Вот Как бы Сказать Дичайшие Поступки Которые Раньше Действительно Были Для тебя Вообще Неуместны Они Сейчас Кажутся Ну А че Нормально Это жизнь Типа Смирись А тот Кто жил Раньше Ну Как бы Ему Тяжело Особенно Вот Люди Более Таких Преклонного Возраста Хотя Им уже Наверное По барабану Этим Людям Преклонного Возраста На самом деле Они Уже Знаешь Как Эти Домашние Птенчики Они Сидят Дома Единственное Что Да Государство Наше Конечно О них Так Беспокоится Прям Да Вот Пенсия Что Выживают Люди Старые Просто На последние Копейки Там Я не знаю И кайномят На всем Да Я не знаю Почему такое отношение Вот к нашему народу Как будто мы Кому-то Что-то Должны Непонятно Хотя Все живем В одном Мире Ладно Не будем Тут Трогать Тему Это Больная Для меня Тема На самом Деле Вот Просто Говорю Что Раньше Да Было Классно Помню Придешь В деревню Все За Копейки Ребята Яйца Картошка Фрукты Овощи Все Свежее Натуральное Запах Такой Стоит Обалдеть Сейчас Берешь Этот Несчастный Помидор В магазине Покупаешь Приходишь Домой Ешь И думаешь Это вообще Помидор Или это Какая-то Пенопласт Какой-то Понимаешь Воды Дофига Вкуса Нету Короче Вот так Вот Раньше Да Квас Вспомни Какой был Раньше Квас 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 Сейчас Такого Уже Не Делают И Не Повторишь Его Потому Что Раньше Был Другой Совсем Как Это Называется Качество ГОС Как Это Называется Как Вот Когда Продукт Делается По ГОСовским Стандартам Ну Ты Понял Да Надеюсь Раньше Совсем Другие Были Стандарты Раньше Не Было Никаких Глютаматов И тому подобное Химии Вообще Не Было Ребят Все Нынешнего Который Превратится Быстрее В сухарь Чем Заплесневеет Йогурты Чуть ли не по Три года Могут Сидеть Стоять Там Я не знаю На солнце В любую Жару Лишь бы Только Его Не Вскрывали Это Что Это Ты хочешь Сказать Что это Натуральные Продукты Сомневаемся И Вот Это Мы Едим И Не только Мы Едим Это Едят Наши Дети Еще Маленькие Дети Я не знаю Деградация Будущего поколения Вряд ли Но Явно Каким-то Изменением Понимаешь Сам по себе Я не говорю Что мы Каким-то Мутантом Станем Но Нездоровая Нация Больные Так Ладно Давай Влуплять Что-то У меня Уже Понесу Вот так Просто Знаешь По наити Вспоминаешь Что-нибудь Такое Прикольнее Было Раньше Очень Прикольно Я тоже Своим Детям Говорю Там Старшей Дочке Которой 18 лет Или Например Средней Я уже Молчу Про Своего Младшего Сына Ты им Объясняешь Они Для тебя Смотрят Как на дурачка Типа Пап Что ты Чушь Несешь А вот Раньше Было Мороженое Вкуснее А вот Раньше Был Лимонад Вкуснее Понимаешь Это Для меня Раньше Был Для них Лимонад Вкуснее Который Сейчас Потому что Им Не с чем Сравнить У нас Все Постигается В сравнении Вот Как скажу Да Если ты говоришь Что это тебе работа Не нравится И она тяжелая Это ты говоришь Потому что Ты еще не работал На другой работе Тяжелой И Где действительно Жесткая Если бы ты поработал И тебя вернули бы Обратно Вот на эту Ты бы сказал Блин Да это просто рай Где я сейчас Тружусь Да Потому что Тебе есть с чем Сравнить А когда не с чем То Для тебя Любая работа Будет сложная Тяжелая Так же Как и эта Вот Я бы поехал Туда Там лучше Хорошо там Где нас нет Вот так вот Говорится У нас То есть Ты обычно приезжаешь И там тоже Свои заморочки В любом месте Но Я никогда Не был таким Знаешь Как сказать Ждуном Если есть что-то И возможность Поменять свои жизни То лучше Конечно же Это менять Потому что Это Своего рода Как тебе сказать Фортуна Может Повести А может И не повести У меня в свое время Еще вот Как бы тебе так сказать До того Как я женился Да Мы собирались С друзьями Ну Уехать в Питер В свое время Вот И получилось так Что у меня жена Ну Будущее Она еще тогда Не была женой Вот Она забеременела Ну естественно Я не мог ее Кинуть Там Я остался С ней здесь жить Мы прожили 20 лет Вот А друзья мои Которые уехали В Питере Практически Большинство Из них Очень хорошо Там устроились У многих Там свой бизнес Свои дела То есть Понимаешь Как вот получилось Никто не дает гарантии Что если бы я туда уехал У меня тоже было бы Все шикарно Нет конечно Один дружок У меня туда Уехал Вот И На утро его Нашли С передозом На скамеечке Видишь И такая Бывает история Так что Ты не знаешь Где найдешь Где потеряешь Вот и все Так ладно ребят Давайте мы С вами переключимся Уже обратно на игру А то у меня что то Как всегда Эмоции Воспоминания Это вот Накрывает Периодически бывает Знаешь как уже Как У пенсионеров Сядут Что то там Начнут Задуматься В своих этих Мечтах Там Или каких то Воспоминаниях Ну просто на самом деле Есть яркие воспоминания Очень хорошие Которые Не грех лишний раз Как говорится В голове Себя прокрутить И мало то что Прокрутить для себя Просто хочется этим Чем то поделиться Когда ты этим делишься Как то Хотелось бы Чтобы люди Хоть немножечко Ну поняли Что Жизнь все таки Прекрасная и хорошая И не стоит ее разменив На какую то чушь Какие то там Эти ссоры Обиды нелепые Какие то вот Сейчас пересматриваешь Просто свои вот эти вот Капризы Прошлого И думаешь И зачем это все Надо было Ведь можно было Все совсем по другому Сделать Все было намного проще Но Тогда был и возраст Совсем другой Понимаешь Амбиции Ты хотел себя Показать Кто ты Что ты И чтобы все с тобой Считались Да Ты чуть ли не Главный здесь Ну это наверное У каждых людей Так Все хотят Чем-то выделиться Вот А когда возраст Берет свое И ты уже становишься Более приземлем Приземистым Я имею ввиду В плане того Что ты Уже успокоился Степенился Уже в жизни Много что попробовал И тебе есть С чем сравнить Ты уже начинаешь Мыслить Совсем по другому Совсем по другому Особенно Когда Ты Очень много Общаешься С аудиторией Вот я заметил Ребята раньше Я вообще По жизни был Такой болтун Разговаривал Шутки Я любил Прикалываться Я всегда был Душой компании У себя Потом Какой-то переломный Момент наступил Когда вот особенно Когда лет 15 Мужа со своей женой У нас Вот эта вот бытовуха Она начала нас съедать В принципе Она нас и съела Если честно Почему мы И развелись Сейчас мы с ней общаемся Все отлично Даже порой Иногда И встречаемся И вот сидишь И думаешь А нужно ли тебе Опять с ней Воссоединяться Вот как бы И хочется Да И в то же время Ты боишься Боишься вернуться Опять же В эту вот рутину Сейчас я тебе скажу Когда я один Мне намного комфортнее Мне спокойнее Я ни от кого не завишу Я могу делать Что хочу Куда хочу А когда я был В семейных отношениях Соответственно У меня были Какие-то определенные С тебя спрос Когда ты один Ты ответственен Только перед собой То есть я имею ввиду Если ты не трогаешь Никого Окружающих Никого не оскорбляешь И не обижаешь То ты только перед собой Отвечаешь За все происходящее Вот и все А когда ты В семье То тут уже Извини Ты в ответе За своих Близких Вот как-то так Ну что ребята Мы с вами В лиге Сегунов У нас ранг 68 Насколько я понимаю Это еще Не предел У нас по-моему Там еще осталось Парочка Бойцов Ого Парочка Ничего себе Парочка У нас тут еще Приличное количество Бойцов Вот Так я просто К чему сейчас Ребят говорю Вот порой Мы с женой С своей Созваниваемся Переговорим Обсуждаем Как бы Конечно я не любитель Возвращаться там В прошлое Да Обсуждать это в прошлое Но сравним Просто свои ошибки И действительно Можно было Много чего избежать Избежать этих Ненужных ссор Избежать этого Ненужного конфликта Я не знаю Вот это вот я говорю Может быть кто-то из вас Не поймет О чем идет речь Потому что возраст Возможно у вас еще не такой Я же не знаю Какая у меня аудитория Надеюсь Что не только дети Вот Как бы Много что Понимаешь Переосмысливаешь Ну это и есть мудрость Ребята Это и есть мудрость Она приходит с годами Ты не можешь Сразу родиться мудрым И делать все правильно Понимаешь Ты должен Кто-то вот Как они говорят Учись на чужих ошибках Учись на чужих ошибках Вот я тебе скажу Вот мы как маленькие дети Вот у меня был Как был У меня есть дети Вот они в свое время Я говорил Не трогай там плитку Горячо Не трогай Ну например сыну Не трогай горячо Сколько ему там было Я не знаю Два годика Не трогай Не трогай плитку Горячо Он все руки туда Сует 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 Я ему Тысячу раз говорил До тех пор Пока я там Немножко отвлекся Или что там произошло Он короче рукой Дотронулся до горячей плиты Естественно Он обжегся Очень сильно Естественно Это куча Слез и там подобное Естественно С ним ничего страшного Не произошло Рука прошла Но После этого Он уже руку На плиту Фигушки два положат Понимаешь К чему я говорю То есть Человек обязательно Должен с чем-то Таким столкнуться Либо на своем примере Либо на чужом Ну Как вы Как уже показывает практика Чужой пример Это не показатель Вот Если ты Например Обжегся Где-то при какой-то Там торговой сделке Или еще что-нибудь Тебя где-то кинули Или там Манули Ты уже будешь Намного опытнее И ты будешь Прежде чем что-то Еще в следующий раз Делать Ты прочитаешь Все бумаги Все подготовишь Все за Как говорится Все вот эти вот Нюансы Пересмотришь И после этого Только будешь Какими-то заниматься делами Вот так вот Я вот об этом говорю Что никто не может Сразу сделать Все идеально Конечно Хотелось бы Чтобы у вас У всех У всех людей Так получалось Все идеально Но это маловероятно Что так будет Фух Все Выговорился Е-мое Я говорю Хорошо там Где нас нет И на чужих Ошибках Учится Простые Истины Так ладно Давай мы с тобой Сейчас это дело Завершим Сегодня у нас Наверное будет Чистая арена Мы будем Не будем Наверное Сегодня буст Ой буст Не пойдем мы Сегодня на события Чисто здесь Пройдемся И Все Потому что Много чего Сегодня нужно еще Поснимать Как бы В целях Экономии времени А это у нас Никуда не денется События Тем более Оно у нас Одно единственное Которое мы будем С тобой проходить Остальные нам Не нужны Смотри-ка Мы с тобой Опять перешли В Лигу Мастеров Ребята Это круто В Лигу Мастеров Это уже Знаешь Я вот заметил Как только Мы с тобой Играем Именно по Откату Вот откатываться Минут 10-15 Да Мы с тобой В Лигу Мастеров Залетаем Как проходит Например Там Час Два Три Все Как будто Как будто Какой-то Занавис падает И ты уже Ничего не можешь Сделать Вроде бы И хочешь пробиться А никак Не получается Просто-напросто Так что Лучше делать Это сразу По возможности Если есть Это как бы Дает тебе Сразу преимущество Да На следующий день Потому что Ты уже будешь Начинать Не с Лиги Там например Самурай Да А с Лиги Сегунов Ты можешь начать И это уже Такой Весомый Как бы Перевес В пользу Обычного Там персонажа Игрока Который придет 10 часов вечера Как я приходил С работы Да Когда вот у нас Бустовая серия Приходил с работы В 11 часов вечера И чего я там делал Да ничего Были такие серии Мы просто с тобой Стояли на месте Мы максимум До самураев Доходили И все И дальше Тут тресни А тут Как-никак Лига мастеров Так Ну что ребята Уровень персонажа Мы наверное Поднимем Ваньки Мы накопили Нужное количество Да ладно Нет по-моему Накопили 99 он должен получить Да ребята 99 Ну что 31 400 Мы ему насобираем И Ванька будет Укомплектован До соточки И это классно И это будет классно Так Значит Я не знаю Может быть Вечером Может быть Завтра Уже Естественно Манюмайки Будем фармить С тобой Микеланджело Как мы сказали Там 14 ДНК Да нужно Так что Все в наших руках Ну а на этом Друзья Я буду закругляться Всем пока Всем удачи И до новых Скорых Видосиков Субтитры сделал DimaTorzok